Я даю новое видение моим людям в этой стране о моем посещении. Это не будет таким пробуждением, о котором вы читали в книгах или слышали о других. Это не будет выглядеть как мощные и сильные волны, которые я изливал на церковь ранее. Нет. То, что я буду делать здесь, еще не существовало ни в одной стране за всю историю. Но это будет именно то, что происходило в дни, когда я основал мою церковь Духом Святым через своих апостолов. Я буду созидать церковь такой, какой она должна быть. Это будет цельное переживание моей сверхъестественной силы. Цель этого посещения не излияние чудес и знамений на тысячи и толку людей, не шумные собрания, которые были раньше, когда я напоминал церкви о Духе Святом, без которого она не может существовать и о котором она забывала. Цель не жарко тысяч за один раз. Нет. Но цель завоевания единиц. Всего лишь единиц, которые влияют на миллионы, на всю страну. Не обманывайтесь, ожидая чудес и знамений, ибо ожидая их, можете упустить меня. Это потрясет разум многих верующих, которые будут ожидать излияния чудес и знамений, и в итоге они будут сильно разочарованы и скажут, что никакого пробуждения нет. Но я говорю, что чудеса и знамения идут за вами, позади вас. И то, что вы ожидаете, как пробуждение с чудесами и знамениями, я буду делать, как и обещал, но так, как никто никогда не ожидал и не переживал, и ни у кого в мире нет подобного опыта, кроме опыта церкви, описанного в деяниях апостолов, который был упущен в большинствах церквей. Я сейчас сотрясаю весь опыт церквей по всему миру, ибо делаю совершенно новое, с новыми людьми. Это включает в себя не только духовное пробуждение, но и полную реорганизацию политической и экономической сферы, и подобного еще никогда не было. Контраст между двумя царствами будет настолько очевиден, что это будет так же, как день, отличается от ночи. Разница между ними будет видна не только в духовной сфере, но очень ясно и в физической, так как опыт царства явит две системы отношений, два образа жизни, мысли и действий. Во-первых, это царство Божие, которое впервые проникнет сферу экономики и политики, и сотрясет демоническую систему, которую так долго держало в своих руках экономику и политику страны. Во-вторых, это система антихриста, новая и последняя. Бывший Советский Союз – это то место, где находится центр духовной войны. Сейчас здесь находится самая большая концентрация демонических сил, которая когда-либо существовала. Это потому, что так же здесь самая сильная концентрация моей работы, которую я провожу сейчас. В моем посещении этой земли цель не тысячи завоеванных для Христа за один раз, но иногда просто ключевой человек, в чьих руках судьба людей. Не шумные евангелизации, а тех и встреч один на один, которые я буду устраивать для своих людей с теми, то играют или будут играть важную роль в этой стране. Это уже не будет так, как в то время, когда я по милости своей просто изливал свою благодать, и люди без каких-либо усилий открывали свои руки и принимали, но это придет через усилия моих людей, которые сейчас во время изобилия, как Иосиф и Игирти, собирают в житнице хлеб, учатся, слышат мой голос, получают видение и план, как выполнить его. Здесь идут отрывочные мысли, так как часть пророчества была утеряна, примечание редактора. Разные времена. Сеяние, созревание, собирание плодов, жатвам. Так внезапно это будет. И многие бросятся искать меня, чтобы услышать меня, что им делать. Но цена хлеба в аврикоголода очень высокая, и многие будут платить очень высокую цену. Очень и очень высокую. Собирайте. Собирайте хлеб. Это мой план для вас на сегодня. Я пошлю голод на эту землю, и те люди, которым вы предлагали хлеб, водни изобилия, и они пренебрегли им, отказавшись от него, то, когда голод усилится, они обратятся ко мне и прибегут к вам, потому что вы имеете живой хлеб, и можете дать им этот истинный хлеб жизни, который насыщает. И когда вы будете отдавать его им, я буду умножать его в ваших руках, ибо кто имеет, тому еще прибавится. И те, которых я привел сюда помогать вам, увидят мой изначальный план. Не удивляйтесь, что они пока не видят всего, что я готовлю здесь, и не видят всех людей, которых я готовлю, и которым даю видение. Это не потому, что они не хотят этого, или следы, но потому, что не могут вместить сейчас всего того, что я имею для этой страны, так как еще не было подобного опыта до этого времени. Но когда увидят все сбывающееся, и захотят помочь вам и быть рядом, то не смогут, потому что я закрою двери и границы, и мои люди здесь не смогут рассчитывать на их помощь. Церковь, которую я буду созидать на этой земле, не будет зависеть ни от одного доллара из-за границы, но полностью зависеть от меня. Когда это начнет сбываться, и свет Евангелия начнет проникать в сферы, которые раньше находились под полным контролем сатаны, и завоюют людей, занимающих важные позиции в этой стране, то весь ад восстанет на моих людей. Но люди ничего не смогут сказать против вас, и ничего не смогут сделать вам. Никто не сможет обвинить мою церковь в том, что она куплена Западом, и что иностранцы основали ее. Я загражу уста всякому теми фактами, что, во-первых, двери для помощи из них будут закрыты, и мой народ будет полагаться только на мою помощь. Во-вторых, церковь будет полностью обеспечена, и будет иметь все необходимое для себя, а также для голодных и жадующих, которые придут к моим людям, когда голод усилится. И, в-третьих, мои овцы будут знать мой голос, ибо будут послушны моему Святому Духу, и среди них будет единство мыслей, слов и действий. Мой Дух будет вести их так, где кажется, что нет путей, так как я обеспечу мою церковь всем необходимым, чтобы она смогла пройти через эти дни, которые я приведу на эту землю. И я уже готовлю сердца людей к предстоящей жадбе, и она придет через мое посещение, которое сотрясет крота ада. И затем я открою двери этой страны, но не для того, чтобы многие приехали сюда, как это было раньше, но чтобы выпустить этот огонь из нее по всей земле. И многие возьмут от этого огня и понесут по всему миру. Я сказал, что посещу эту землю, и потому молитесь не о пробуждении, а о том, чтобы принять мое видение и знать, какое место занимаете вы в нем, ибо я имею для каждой из вас часть в этом видении. Цель для вас не потом знамение чудес, а ваша цель – знать мой голос, мое видение и достигать людей, которых я буду приводить к вам при вашем полном послушании и подчинении водительству Святого Духа, а также быть в единстве и пережить силу согласия.